Он просто изо дня в день очень любил коньки. То есть он всегда с удовольствием сюда приходил. То есть у меня вообще проблем не было его загнать сюда, убедить его, что ему надо тренироваться. То есть изначально он хотел быть первым. Именно так про Виктора Муштакова говорит его первый тренер Елена Комаровская. Факт попадания конькобежца на Олимпиаду не удивил. Уверяет, самое сложное в Пекине для Виктора справиться с самим собой. Да я думаю, там психологически будет сложно. Спортсмены-то все ясны и понятны, кто будет бороться за медали. Тот, кто сможет сам себя победить. В спортивной школе, где тренировался Муштаков, не спешат загадывать, как будет складываться Олимпиада. Тут даже боимся загадывать, как говорится, и о чем-то говорить. Дай бог, чтобы не было никаких этих ковидных ограничений, не было никаких болезней, травм. Так, я думаю, что если всего этого удастся избежать, я думаю, что Виктор должен выступить достойно. Опять же, мы люди суеверные, не любим мы загадывать. Поговорить с Виктором по видеосвязи нам не удалось, но свое мнение о том, чего ждет тот участие в Олимпиаде, он высказал. Я думаю, что хорошего результата и побороться за медаль. Для меня это очень важно, я шел к этому всю жизнь и тренировался. Надо показать, что не зря столько усилий было сделано. Второй наш Олимпиадец Даниил Серохвостов сейчас находится в Италии на очередном этапе Кубка мира. Сразу оттуда в составе сборной России спортсмены отправятся в Пекин. Даниил пока не на связи, но в педагогическом университете, где сейчас учится биатлонист, в него верят. Все шаги сделаны в сборной, они были убедительны. Он доказал стабильность выступления своим. И при этом его молодость, азарт, его улыбка, которая стимулирует нашу всю сборную мужскую выступать уверенно и побеждать. Я думаю, что в Пекине он будет таким же, спокойным, раскрепощенным. В эстафете медаль ожидаем, потому что он, скажем так, железный эстафетчик. И связка спринг-пассьют, это вот его тема, как бы, то есть он, как бы, парень очень быстрый, психологически очень устойчивый. То есть Олимпиада, такие соревнования, как бы, ну, действительно очень серьезная психологическая нагрузка. Но, как бы, парень, скажем так, другого поколения, он практически, он такой впечатляет, что у него нервов вообще нет. Для него это игра. Олимпиада начнется 4 февраля, и у жителей Алтайского края будет повышенный интерес к ней. Да и мы тоже планируем болеть за своих. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.